Щедрость и скупость. Снова спросим точно такой же вопрос. Для чего Творец сотворил нам это качество? Щедрости и скупости. Мы видим о том, что в животном мире такое не существует. Зачем же оно было нам дано? Животным это не нужно. Человеку это необыкновенно нужно. Во-первых, что такое щедрость? Называется «надевут», «натина» на иврите. Надо знать, что это чуть ли не самое базисное качество, которое есть. Почему? Потому что человек, чтобы удостоиться своего предназначения, он должен быть подобен Всевышнему. А он? Основа, с чего все начинается? «Коль кулон и тина» Все начинается с того, с точки отчета вообще всего Творения мира, начинается с того, что он на Роца лейти в мету воет барах. Что он хотел от себя обоздать Творению. Причем это каким образом сделано? Полный альтруизм. Для него, ему от этого ничего нет, полная самодостаточность. Только воздать самому Творению. Мы хотим достичь чего-то в этом мире. Мы должны уподобиться Всевышнему. Он хесед, он всецело милосердие. Человек должен быть всецело милосердие. Поэтому, когда появился в мире человек под именем Авраам, который стал служить Всевышнему по высшей мерке, то есть по максимуму. То есть, явно до него тоже были люди милосердные. Никто в голову не придет, что все правники, которые были до него, у него милосердие не было в их сердце. Конечно, было милосердие, оно даже описано, но никто не добился в этой области максимального результата. И никого сверху не проверили на хесед в экстремальных ситуациях, как Авраам. Авраам достиг в этой области вот столько, сколько есть наверху, столько вот он и смог тут в этом мире осуществить. То есть, все, что там было как бы потенциале, он тут в явной форме все это осуществил. Поэтому он достоился каким-то образом спустить как бы вот эту меру этого Творца Милосердия в этот мир. Поэтому мы молимся Элоке Авраам. Что такое Элоке Авраам? Это тот хесед, который Авраам как бы спустил сверху вниз. Вот он тут был. Благодаря ему мы можем вообще присоединиться, обратиться к тому, что есть выше нас. Нет и на, то есть, та самая щедрость давать, это должно быть самым как бы фундаментальным нашим качеством. Ну, что мы видим? Как-то у человека все наоборот. Ведь у нас еще, что Творец нам дал? Дал нам внутри эго наше, да, то есть эгоизм. А эгоизм все целое, что хочет, к себе. К себе. Я тоже Бог. Ну, может быть, не такой большой, маленький. Хочу себе. Поэтому у нас все время, если это могилы, не полагается, ко мне, двери написано, ко мне, все, все, сюда. Я, я, все вокруг меня, все. Вместо того, чтобы человек, как Авраам Абин, давал туда, сюда, туда. Мы должны быть подобны Творцу. Должны быть подобны. Теперь вот эта щедрость снова пробуждается в нас инстинктивным образом. Вдруг пробуждается, и мы вдруг кому-то хотим быть чедрыми, кому-то дать. А другому вдруг пробуждается скупость. Нет, этому я не дам. Верно? Как-то снова у нас все по, вот как получается, ни с того, ни с сего. Многие люди спрашивают вопросы там, а вот там попрошайки, что им давать-то вообще? Можно им давать? Только попробуй ответить, что можно. Спрашивают, чтобы получить ответ, что, конечно же, нельзя. Да, ну вот я и не даю. На что, для чего Творец сотворил качество щедрости и скупости? У нас щедрость там, на что-то там потратит на это, на это. Вдруг смотришь, вдруг куда-то тянет нас, вдруг куда-то не становится. Тут можем раздавать. А тут вот так держим, ничего не дам, ничего, ничего не получится. Естественно, что то, что требуется для себя, это довольно-таки щедро. Для других довольно-таки скупо. Один человек спросил меня, скажите мне, шекель дать в Даку это много или мало? А я спросил, а что такое? Ну, у меня такое, знаете, такое ощущение, что это много. Я говорю, а когда ты заходишь в магазин, просто, знаешь, в лавочку какую-то купи, то это маленькое. Сколько ты, сколько, как правило, ты, расходы какие сейчас? Он говорит, 50-70 шекелей. Ну, с каким-то чувством это? Ну, смотрите, ну, секундочку. 50-70 шекелей, так, без проблем. У меня это тоже, никакое чувство жадности не пробуждается, что это много. Почему ему ничего в голову не проходит, что это много? Как только доходит дело, кому-то дать, кому-то помочь, ну, и что я ему такие суммы буду давать? Кому-то в голову придет что-то сказать, 50 шекелей кому-то дать, что оторвать от себя, как один сказал, отстегнуть? 50 шекелей? Что вы хотите, что я давал? Ну, что-то все. Нормально? Нормально? Говорит Рабейну Бахи, назначение щедрости, для чего оно существует? «Поставить всякую вещь на подобающее место, представить каждому, кто несет добро в своей душе, материальные средства, и обучать его мудрости сообразно его нужным, как сказано Мишлей, не отвращая благо, отнуждающееся в нем, когда в руке твоей есть сила сделать. Так же сказано, и зальются источники твои наружу». Щедрость. У нее источный адрес. Щедрость должна быть полностью управляема. Полностью управляема. Надо знать, когда на нее нажимать. Видите, когда надо, как тут сказано, когда поставить всякую вещь на подобающее место, сейчас это объясним, и представить каждому, кто несет добро в своей душе, материальные средства. Простите меня на эту формулировку. Какие эти формулировки? А ну давайте еще чуть дальше. А скупость? А скупость когда? Скупость уже уместна в отношении к людям жестоким, глупым. Простите меня, какое жестоким, глупым. «Или таким, что не знает цены ни самим себе, ни благом полученным ими, как сказано, наставляющей насмешника, срамиться, поучать нечестивца на позор себе». Еще сказали наши мудрецы, в трактате «Хулин», всякий, кто делает добро тому, кто не признает долгой благодарности, как будто бросает камень видола. Маркулес называете. Что тут кроется за этим? Во-первых, надо знать, это касается нашей жизни. Слышу это, трагедии. Может быть, не каждый день. Полового удается услышать. Но мы знаем, что это существует повсеместно. Как по-русски это назвать? Люди живут непосредством. Непосредством. Долги не могут закончить месяц, не могут вылезти из этих долгов. Чем дальше, тем больше долгов. Один человек ко мне приехал. Рассказал все свои проблемы. Долг такой, долг такой. Как быть? Что быть? Как? И не знаю. Вышел его провести. Смотрю, он приехал на машине. Я говорю, секундочку, а как это у тебя? Он говорит, не, ну смотри, я же не мог снять машину. Это не моя. Я снял ее машину. Да, мне надо было поехать туда, сюда, туда. Да, я прикинул, что это более не менее, да. Но я же не могу без этого. У человека 150 тысяч долгов. Что? Кто говорит, что снять машину это плохо, это неудобно, это очень удобно. Но, как оно сказано, тогда, когда это уместно. Сколько людей живут непосредства? У нас в Патторе не запрещено жить хорошо, на широкую ногу. Почему? Вы зарабатываете миллионы. Живите в доме, там, соответственно, чем образом? Пусть будет два этажа, хотите большую машину, что у вас будет большая машина. Почему? Потому что вы способны и содержать это, и способны помогать другим людям. Почему? Вы много зарабатываете. Но почему человек, который практически ничего не зарабатывает, почему он ходит и делает расходы? На основе чего? Какие-то фантазии? Просто, просто они управляют какие-то свои потребности, которые они совершенно не нужны. Не нужны. Это отдельная тема. Отдельная тема. Покупать. То, что совершенно им не нужно. Ну, необходимо совершенно. Нет. Но я же увидел. Уже была мефца. Мефца. Как по-русски? По-дешевке. Но я же не могу это не купить. Это же по-дешевке. Один человек, который в долгах, в долгах, в долгах смонит. И, между прочим, говорит, где ты? Говорит, а я на Мертвом море в гостинице. Что? Может быть, тоже надо иногда. Я говорю, что он говорит. Нет, смотрите, просто на работе нам это дали подешевле. Да, это на процед... 30% скидки я же не мог не взять. А где же у тебя долги? Почему я должен бегать по всем людям, собирать по 10 шекелей, а ты едешь туда, на это мертвое, в гостиницу? Потому что на 30% скидка была. Тебя... Ня-ня-ня-ня-ня-ня. Питуй называется это. Пяти. Пяти. Соблазнили. 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 Давай сюда. Из долгов взял кого-то, пошел в зал, заплатил, поехал. Вот, и tills мы пошли в там-нибудь... Щедрость и скупость теперь должны быть в руках человека самого. Когда нужно, нужно быть щедрым. Когда нужно, надо быть скупым. Жена что-то попросила и намекнула перед праздником, и естественно, что уже вот Песах, весна пришла, он естественно, гардероб открыл, нечего одеть нечего здесь муж тот же раз смотри хватит тебе вот смотри вместо нет не хватать тебе написано черным по белым перед праздником ну вот что она кем надо быть щедрым почему ты вдруг стал скупы наоборот женой будьте чуть либо щедреть а после этого тебе что за какая-то цацка захотелось и купить какой-то такой это в планшет называется это уже третий у него есть настольный переносной и теперь еще что-то нужно не на это деньги есть почему щедрость пошла тут будет скупаем нету денег что ты еще купил то есть растраты лишние тебе потом у себя начинаешь кричать на жену что-то купила дороже купил анденда начать скандалово а почему для себя это купить для чего щедрость и скупость должна быть в руках человека я должен знать что 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 как-то сказано это вот щедрость поставить всякую вещь на подобающую место то что нужно быть щедры дай вопреки тому что тебя тяжело 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 идет а тяжело идет ну да пришел тебе кто пришел человек который несет добро своей душе то есть человек который видишь что он он действительно по каким-то причинам он ну нет у него средств помоги ему почему ты закрываешь свое сердце свой карман держишь все вот так почему ты скуп стал в этот момент ни с того ни сего наоборот открой иди вопреки своим чувствам надо контролировать как тут сказано нельзя быть скупым в этот минут быть щедры а иногда когда нужно быть скупым кроме всего что мы перечислили его смотрите что они перечисляют к людям жестоким глупым или таким которые не знают цены самим себе неблагом полученными косым стоит на перекрестке какой-то наркоман алкоголик просит деньги нельзя ему давать нельзя ему давать почему потому что сейчас пойдет снова себе основана на 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 снова выпит или что-то будет колоц это вы помогаете два рубера нельзя это делать или виде человек полумный который вообще он 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 вообще все идет никуда он не ценит ничего и не понимает ценности ничего а главное не понимает даже того что ему кто-то помогает не помогает как тут сказано видите мы даже иногда даже не думаем это кто не признает долга благодарности есть человек который совершенно не благодарна берет даже спасибо не скажу у него чуть даже внутри не пробуждается чтобы сказать кому-то спасибо ему как бы полагается все нельзя такому человеку давать это как будто когда мы даем такому человеку это как будто мы а вода зара занимаемся этого поклонства как будто мы идолом это даем как тут сказано и бросает камень на и выдала называется маркулись была тогда когда-то такая вода зара и вид вид идолопоклонства когда был стоял и дал и в чем служение ему проявлялся в том что бросали в него камни это как будто до бросаешь видно что это пусто это же самое базу и было самое стыдно не заслужение которое было среди идолопоклонства так и тут человек который дает людям совершенно неблагодарным глупым он как будто бросает этого в виду вам это мудрецы это запретили и так что мы видим эта тема на сама по себе тут надо и естественно можно было бы хорошо и просторно разобрать на многих примерах когда мы должны быть щедрыми когда должна быть скупыми и то к всему такой же когда должен быть щедрый прикинул то что меня приведет грядущему миру тоже самая формула она не меняется а скупым то что у меня уведет от него то есть если я буду большую подобность творцу и буду давать буду милосердным буду щедры отлично надо включать это качество давать это то что нужно нужно помогать этому но есть таким людям которые и не такие ситуации в которых нельзя помогать нельзя расходовать надо быть скупым не не держать люди которые меняют все время одежду меня все время выкидываете знаю еду выкидывать есть много и составляющих которые тара точно регулирует в этой области и с точки зрения того что можно выкинуть что-нибудь волю выкинуть из бальташки нельзя просто так выкидывать еду которая мне не понравилось пол тарелки зачем ты и набрал и так далее и так надеюсь сама идея понятно граничимся этим щедрость и скупость в наших руках когда нужно мы должны быть чедрыми когда необходимо надо быть скупым только изнутри мы должны понимать что если вдруг мне сильно хочется быть чедрым этот я царара начнет быть скупым как правило если я чувствую очень чувствую что тут я вдруг пробуждается качество скупости проверь 99 процентов что надо быть щедрым так мы устроены так мы устроим то есть людей которые которые чистые в своих помыслах и которые готовы и которые готовы и которые могут способны точно почувствовать что этому надо дать этому нельзя дать есть но их мало мои люди простые она все работает все наоборот надо следить за собой чтобы мы чет не не тому дали и в скобках заметимо что тем людям которые просят на улице мы до даем охране мере видишь что он сидит несчастный унизил себя и сидит за его унижение не стоит ему дать пол шекеля дай ему пол шекеля данного шекеля дай хорошо а еще лучше скажи ему какое-то доброе слово вообще будет хорошо к тебе разница ведь ведь поймите митсват сдака то что мы называем повеление сдаки она не для них в принципе по большому счету как говорит рамбам объяснять это для самого человека чтобы сломать в нем его вот эту жадность скупость наоборот чем больше будет давать тем больше пробудется в нем самое важное необходимое качество на тена давать 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 давать